Привет всем! Как я и обещал, пришло время поговорить о данных научниках. Эти наушники я заказывал с сайта Алиэкспресс. К данным наушникам у меня не было заоблачных ожиданий, оно и понятно, ведь эти наушники стоят всего лишь 7 долларов 13 центов и какие здесь могут быть заоблачные ожидания к таким наушникам. Мне показалось странным тот факт, что когда я заказывал эти наушники на Алиэкспресс, на сайте было указано, что они называются Y80, а когда они пришли на упаковке было указано название G11. Я не знаю, может так и действительно делается с ноу-нейм брендами, которые продаются на Алиэкспресс, но этот факт меня немного подрастроил что ли. При первом взгляде на кейс, кажется что наушники сделаны из качественных материалов, но когда только берешь их в руки, то тут же понимаешь, что пластик здесь самый дешевый и даже по весу они довольно-таки легкие, что выдает их китайское происхождение. На самом корпусе, вот здесь вот, не знаю почему, не работает в данный момент, сейчас надо достать наушник и заработать мне кажется. Не хочет что-то сейчас работать, вот здесь вот на самом корпусе, если видите есть две полоски, которые показывают заряд батареи кейса, но на данный момент я не знаю, почему он не хочет этого делать. Они горят зеленым цветом, сейчас давайте попробуем, может сейчас заработает. Так, а может надо вытащить, ставить в ухо и тогда заработает. Хотя нет, в наушниках был сигнал, что они подключились и готовы к работе, но на кейсе так ничего не зажглось. Странно, почему это так, а вот как только я вернул наушники обратно в кейс, эти полоски зажгли с зеленым цветом. Они показывают уровень заряда батареи кейса и работает ли вообще кейс и подключен, подключены ли наушники к смартфону. На самих наушниках тоже имеются вот такие вот индикаторы, вот такие вот индикаторы, которые показывают уровень заряда самих наушниках, работают ли эти наушники, подключены, сопряжены ли они друг с другом и заряд самих наушников. Кстати, если же наушники ранее были уже подключены к телефону, то когда достаешь наушники из кейса, то музыка включается автоматически с того места, на котором она была установлена. И меня удивило то, что данные наушники заражаются при помощи USB-C кабеля, как уже довольно-таки современные наушники. Хотя продаются достаточно именитые наушники даже сейчас, которые заражаются с помощью простого USB. И меня этот факт довольно-таки удивил. Итак, давайте поговорим про плюсы и минусы данных наушников. Сразу же скажу, что минусов в них больше. Ну а чего еще ожидать от наушников за 7 долларов? Итак, плюсы. Есть управление касанием. Можно поменять звук, переключить трек, поставить на паузу или же включить на проигрывание музыки. Кейс довольно-таки легкий и сами наушники также легкие, потому что, опять-таки, все это сделано из довольно-таки дешевого пластика. И на этом плюсы заканчиваются. Теперь давайте перейдем к минусам. Крышка открывается довольно легко и если кейс перевернуть, то крышка откроется и наушники выпадут, так как их ничего не держит. Нету ни магнитов, ничего. Вот. И они довольно-таки легко достаются сами наушники и крышка легко открывается. Микрофон работает плохо. Ну вот, я не знаю, это обусловлено дешевизной данных наушников и если же ты будешь разговаривать с человеком через наушники, то собеседник тебя просто не услышит. Звук в наушниках не сильно качественный. Когда я записывал себя на диктофон, то звук был как будто из коробки. То есть ты чувствуешь, слышишь себя как будто ты сам находится в коробке и разговариваешь из нее. Нет приложения для управления наушниками. Просто, просто их включил и все. Пользуйся тем, что есть. Нельзя не изменить эквалайзер, ничего и все. Как бы включил и пользуйся. И что самое странное, так это то, что в комплекте к наушнику нет амбишюр. То есть на самих наушниках есть амбишюры, вот какие есть, теми и пользуются. Все, больше ничего нет. Поменять их нельзя. Ну и давайте перейдем к выводам о этих наушниках. В данном наушнике они дешевые, они опять-таки дешевые. И подойдут тем людям, у которых опыт с использованием ИТВС-наушников, Bluetooth, это первый опыт. И поэтому они могут спокойно взять и попробовать с ними походить и послушать музыку. Или же можно их взять для своих детей, которые входят в школу и не так тщательно следят за своими вещами. Можно спокойно взять эти наушники, подарить ребенку, чтобы он с ними ходил в школу, либо же на улицах и не бояться за то, что он их покирает. Вот. Это мои выводы. Но если же ты человек довольно-таки опытный, перепробовал много Bluetooth, PVS-наушников, то данные наушники тебе не подойдут. Потому что это самый дешевый вариант, которым может только быть. Звук ужасный. Можно, конечно, слушать музыку, но не на долгой основе. Потому что из-за них может, из-за звука, точнее в этих наушниках, может развалиться голова. Это был обзор и мое мнение самых дешевых ТВС-наушников с сайта Алиэкспресс. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Если ты еще не подписан, самое время подписаться на мой канал. Написать комментарии. Проджать колокольчики, чтобы не пропускать мои видео и наслаждаться моими видео. Все пишите комментарии, что вы думаете о наушниках, какими наушниками вы пользуетесь. Все. Всем пока-пока.